В прямом эфире на канале ТВ5 новости в студии Игорь Белышев. Здравствуйте. Грипп к Новому году. За прошедшую неделю в Запорожье диагноз острая респираторная вирусная инфекция зарегистрирована у почти 3700 человек. Это на 32% ниже эпидемического порога. В этом году помимо уже известных штаммов Б. Брисбен и А. Калифорния в Украине ожидается вирус гриппа H2N2 Гонконг. Он особенно опасен для детей и людей преклонного возраста. Закупкой вакцин занимаются частные компании, поэтому реализация населения будет проводиться через частные аптеки и прививочные кабинеты. Пока ни в Запорожье, ни в Украине в продаже вакцин против гриппа нет. Пик заболеваемости ожидается в конце декабря. На данный момент диагноз грипп в городе как таковой не звучит. То есть звучит острые респираторные вирусные инфекции. Естественно, на улице похолодало. Какой-то период был без отопления в домах жителей города. Поэтому, конечно, люди начали больше болеть. Но еще раз хочу повторить, что это ситуация для нас стандартная и характерная для данного периода. Экономим деньги, закрываем детский сад. Такое решение приняли Новопетровский, Сельский, Андреевский поселковые советы Бердянского района. Почему дети в этих населенных пунктах теперь лишены возможности посещать дошкольные учебные учреждения, выяснял Игорь Стрельцов. Первым этой осенью было закрыто одно из лучших дошкольных учебных заведений Бердянского района – Новопетровский детский сад «Колосок». Закрыто временно, на период планового отпуска сотрудников. С 17 октября по 21 ноября. Как правило, отбойнувание детей по количеству уменьшилось. Это вересень-жевень месяц. С рассмотрением того, что недостаточно сейчас количества финансирования с государственного бюджета на оплату теплопостачения, мы решили людей, спланировали так их отпустки, для того, чтобы они в жевне пошли в отпустки. 55 воспитанников Новопетровского детского сада все это время будут дома или на попечении родственников и знакомых. Похожая ситуация и в селе Софиевка, но садик здесь закрывают третий сезон подряд на более длительный период – с 1 ноября 2016 до 1 апреля 2017 года. Так как Софиевскую школу закрыли, а мы орендуем примечения в Софиевской школе, орендували, и опаления на зимовый период нет. Через это и закрыли длительный садик. В Андреевском поселковом совете пока не видят возможности менять сезонный график работы. Для этого необходимо обогревать весь учебный комплекс, в составе которого закрытая два года назад школа и здание садика. Установка индивидуального отопления в дошкольном учреждении пока не планируется. Это не то, что неподъемная сумма, просто мы на стадии формования объединения территориальной громады, и на данный час это будет нецелесообразное використание коштей бюджета. Можно будет сделать опаление индивидуальное, может быть опаливаться, но пока на данный час детей мало, их не сближается по статистике. Несмотря на возникшие сложности, куда устроить ребенка, родители малышей, которые лишились возможности посещать детский сад, действия местных властей на камеру не комментируют. Боятся, боятся, потому что я не боюсь сейчас, потому что я сейчас как независимая, потому что детки у меня чуть-чуть уже подросли, а вот деткам некуда деться, некуда. В Бердянском районе 15 детсадов, которые посещают более 650 детей. Станет ли прецедент с дошкольными учреждениями Новопетровки и Софиевки примером того, как можно экономить бюджетные средства, для других населенных пунктов покажет время. В Бердянской райгосадминистрации уверяют, проблема будет решена уже в следующем году, после завершения процесса создания на территории района объединенных громад. Эти головы, которые будут уже руководить на соответствующей территории, сами будут определять, что им нужно, что не нужно. И они будут сами финансировать эти заклады. Но я скажу, что при объединении громад, денег у громад появится гораздо больше, нежели сейчас находится в районном бюджете. Поэтому возможностей у них будет больше. А это означает, что тенденции к закрытию, или к какой-то страшной оптимизации, просто нет. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, Бердянский район, ТВ5. В Запорожье открылась бесплатная школа «Осознанные родители». В течение ближайших пяти суббот взрослых научат, как правильно выстраивать отношения с детьми. Тренинги проводят психологи и семейные терапевты. Они помогают родителям вспомнить себя в детстве и изучить все тонкости воспитания. Детали в сюжете Седония Ракеля. Олеся пришла на курсы «Осознанный родитель». Впервые признается, как правильно себя вести с подростком, порой не знает. Надеется, что здесь ей помогут стать другом для своего ребенка. Мы тоже не всегда правильно с ними общаемся. Может быть, общаемся на эмоциях, может быть, как-то стесняемся каких-то разговоров. Но реально, такие курсы нужны. Очень даже нужны. Занятия в школе для родителей начались 29 октября. Идея организовать такие уроки возникла не случайно. Организаторы утверждают самостоятельно, решать все проблемы с детьми могут не все родители. Порой им нужна помощь. Когда молодые родители ждут ребенка, зачастую они ходят на курсы, им рассказывают, как удовлетворить базовые потребности ребенка. Это как его правильно накормить, как прислушаться к нему, что его беспокоит. Но как его сделать счастливым, и как сделать так, чтобы он, когда вырос, он был здоровым психологически, счастливым ребенком, этому, к сожалению, не учат и не рассказывают. Стать участником школы легко. Любой желающий может найти группу «Осознанный родитель» в соцсетях и зарегистрироваться. Занятия проходят с 12 до 4. Многие родители говорили о привязанности, о садике, важности. Нужно ли идти ребенку в сад? Или лучше, когда он с мамой? В каком возрасте лучше идти в садик? Сейчас у нас на сегодняшнем занятии звучат такие вопросы, как что делать, если мой ребенок поцеловал девочку в двухлетнем возрасте, как на это реагировать правильно. На все эти вопросы отвечают тренеры и семейные психологи. Они знают, с какого возраста и что именно нужно запрещать детям. И как это правильно делать. С года до трех самое время формировать границы и помогать ребенку чувствовать, что можно, что нельзя, где стоит остановиться и где его желания, к сожалению, сейчас не могут реализоваться ввиду каких-то объективных факторов. По словам Дарьи, все, что происходит в первые три года жизни ребенка, формирует его картину мира. Поэтому самая большая ответственность лежит на родителях. На курсах психологи также помогут семейным парам разобраться в себе. Ребенок напитывается, формируется и состоит только из того, что его окружает вокруг. Какие ценности, какие семейные отношения, какие взаимоотношения между родителями. Олеся советует всем посещать школу осознанного родителя и узнать больше о потребностях современных детей. Седония Ракелян, Иван Демяненко, ТВ5. Порядок своими руками. В рамках экологической акции «Спасем Днепр вместе» более тысячи запорожцев приняли участие в субботнике под названием «Чистый город». В ходе мероприятия в Днепр было выпущено около 10 тысяч мальков толстолобой Белого Амура, а со дна реки поднято более полутонны мусора. За ходом субботника следила и наша съемочная группа. Первыми к работе приступили водолазы. 15 аквалангистов еще в 9 утра ушли под воду. Цель – очистка дна Днепра. И сразу первые находки. Кто-то топок потерял. Будем искать дальше. В подобных мероприятиях водолазы принимают участие три раза в год. Это два традиционных плановых субботника – очистка Ждановского пляжа ко дню города и уборка в Балабинском заливе. А пока водолазы обследовали дно Днепра и поднимали на поверхность первые находки, на берегу уже собрались горожане. Лия, ученица 51-й школы, пришла вместе с братом Славой и терьером Марсом. Такие субботники, говорит старшеклассница, очень важны для города. Люди приезжают сюда отдыхать некоторые на экскурсии, а тут везде мусор. Лучше, чтобы было чисто везде. Рядом со школьниками работают и студенты. Если один человек это будет делать, ну он не справится. Когда вот такая большая куча народу, тогда все помогают друг другу, все получится, отлично будет. Не обошли вниманием акцию и городские власти. То, что мы сделаем этот участок территории намного чище, которое, к сожалению, жители города оставили после себя, как обычно с тоннами мусора. Второе, это, конечно же, нужно менять сознание у людей, чтобы и бумажки не выбрасывали, и машины мусора не вывозили, и лавочки не ломали, и лампочки не били. И мне кажется, именно в таких вот мероприятиях, когда все вместе, это может отложиться в сознании. Экологическая акция «Спасем Днепр вместе» проходит в Запорожье уже пятый раз. Постоянный партнер волонтеров – комбинат «Запорожсталь». Металлурги помогают в организации с инвентарем и вывозят тонны собранного мусора. Если мы хотим, чтобы под ногами на тротуарах было чисто, первое, не нужно сорить, а второе, время от времени, вот как на сегодняшней акции, нужно собираться группами, проводить субботники и помогать реальными шагами делать так, чтобы у тебя во дворе, у тебя в подъезде, у тебя на улице была чистота и порядок. Акция продолжается уже второй час. Огромные грузовики заполняются ветками и листвой, пластиком и бумагой. Собрано более 16 тонн мусора. Участники акции собираются о воды. Здесь одно из самых зрелищных событий – зарыбление. В это же время в южной части острова Хортица еще один субботник в самом разгаре. Здесь высаживают зеленые насаждения. Несколько лет подряд сотрудники национального заповедника Хортица восстанавливают природный ландшафт острова. На этом месте еще летом находился последний брошенный дом бывших жителей поселка. Цего года, благодаря поддержке комбината «Заперестай» в рамках акции «Перятуемо Днепр разом» было демонтировано в заложке будинка, прибрано побутовое и будивельное сметто, высажены дубы и травы, то есть для прискорения, для вытворения травяного покрива на этой территории. За два года в этом месте было высажено почти 2000 дубов. И вот к общему количеству прибавилось еще 100 деревьев. Павел Васильев, Сергей Чалый, Константин Грушко, ТВ5. Свежий аромат или аромат жизни. В галерее «Арт-Эль» открылась выставка Антона Шеритова. Запорожский художник представил свои новые работы с творческим переосмыслением традиционных тем и жанров. Экспозиция показывает богатство запорожского края, где плодородие земли гармонично сочетается с человеческими образами. Ароматом жизни наслаждались и наши журналисты. Аромат жизни и энергия ярких красок. Основатель галереи «Арт-Эль» Антон Шеритов представил свою третью персональную выставку. В нее вошли более 30 картин, написанных за последние полтора года. Присущую художнику пейзажную тематику в этот раз вытесняют натюрморты. Но все картины так или иначе показывают связь человека с природой. Мои предки практически все работали на земле. И некоторые из них были очень известными земледельцами. То есть, вплоть до того, что это крупные регионы они возделывали. То есть, это были известные люди в своей области. Я уже городской житель. Но темы меня интересуют сельские. Связанные с землей, с красотой плодов, которые земля дарит человеку, с красотой труда на земле. Я знаю, что это тяжелый труд. И там, где я работаю, я вижу, что люди, с какими трудностями они сталкиваются. В своих работах Антон Шеритов показывает богатство запорожской земли, ее плодородие. Натюрморты наполнены солнечной энергией. Ощутить ее в полной мере зритель может благодаря художественным приемам. Композиция всех этих картин трансформирована. Она основана на высокой точке зрения. И мы все знакомые, привычные овощи, фрукты, все предметы натюрморта смотрим с высоты, как будто бы бреющего беспилотника. Наверное, это не случайно. Это какая-то подсознательная мысль художника. Она прослеживается. Связаны с природой и человеческие образы. Для Антона Шеритова это своего рода творческий эксперимент. В роли натурщицы в четырех картинах художника выступила арт-консультант галереи Татьяна Шувалова. Главное в этом процессе просто неподвижно стоять и отрешенно думать о чем-то, держать какую-то мысль. На этой картине смотрела на стрекозу. Думала, первый раз увидела стрекозу в этом году. Потом смотрела на водомерок. Думала, как же они так держатся. Гармония человека и природа – неисчерпаемый источник вдохновения для художника. Развивать эту тему Антон Шеритов планирует и в будущем. Обдумываю такие темы, которые с участием персонажей, человеческих фигур. Пока не могу говорить, какие это будут темы. Я уже больше года обмысливаю, делаю эскизы. И думаю, что в следующей выставке ряд картин я раскрою тематических с присутствием человека. Выставка Антона Шеритова в галерее «Арт-Эль» продлится до 26 ноября. Мария Маркелян, Юрий Васильченко, ТВ5. Казусы случаются у всех. А вот с какими курьезными ситуациями сталкивались Владислав Таран и Татьяна Рыкова, а также их гости, вы узнаете в программе «Планшет» сразу после выпуска новостей на ТВ5. Это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, актуальные новости города и области вы всегда можете найти в нашем сайте tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Увидимся в 17.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова